Но в таком методе очень мало, как сказать, маневров, да, то есть вы берете то, что отображается, точнее, то, что задано по умолчанию, ну, например, ширина, да, размер видео, допустим, в шаблоне об Inspiration прописан размер на всю ширину полезного поля, то есть 640 пикселей. И в таком случае, например, если вы хотите сделать меньше видео, да, ну, например, не знаю, зачем, ну, допустим, захотелось вам сделать меньше, то просто вставив ссылку, вы не сможете управлять этим размером, то есть вставится именно так, как прописано в шаблоне об Inspiration. Поэтому, если вам нужно больше маневра, допустим, задать ширину и высоту видео, то мы используем второй метод вставки видео, это вставка видео с помощью шоткод Embiid. Посмотрите, здесь я сразу же привожу, как бы, ну, пример, как он используется, то есть шоткод – это специальные такие вставки, шоткод – короткий код перепереводится, да, который, как бы, встроен функционал WordPress, и когда, допустим, программа видит вот этот код, она понимает, что нужно вот эти вот значки заменить на код соответствующий, да, то есть мы даем, как бы, подсказку самому WordPress. Вот, это встроенный функционал WordPress. Как он делает? Смотрите, квадратная скобка, Embiid, квадратная скобка закрывается. Дальше прописывается адрес видео, любой из трех, которые, варианты я показала до этого, и дальше закрывающий тег, да, квадратная скобка, закрывающий у нас всегда идет с косой чертой, Embiid, закрывающая скобка. Вот так пишется шоткод Embiid. Итак, смотрим на примере. Я разместила все ссылки, которые разместила ранее, как бы, заключила их вот в шоткод. Смотрите, значит, первая ссылка. Embiid ширина – 300, высота – 150, дальше идет ссылка на видео, это то, что взято из адресной строки, и закрывающий тег Embiid. Посмотрите еще внимательно. Кстати, кто был на прошлых занятиях, мы разбирали HTML, вы помните, да, что в HTML, а это все равно шоткод шоткодом, да, но это все равно HTML, обязательно используются прямые двойные кавычки, пробелы между, соответственно, параметрами, да, допустим, Embiid, пробел, width – это ширина равно квадратно, точнее, прямые кавычки двойные, 300 и так далее, да. Дальше внутри, между тегами прописывается адрес и закрывающий тег. Дальше тот же самый вариант я прописываю для ссылки, которая была взята из кода, но только посмотрите, я здесь не использую ни параметр ширины, ни высоты, просто шоткод Embiid, все. То есть получается, что я здесь не задаю произвольный размер. И третий вариант, я опять задаю произвольный размер, 350 ширина, 170 высота. Это для короткой ссылки. Итак, давайте посмотрим, что в итоге выдает нам WordPress. WordPress все замечательно понял. Значит, он как бы перезаписал размер, то есть по умолчанию, смотрите, если вы ничего не указываете, как во втором случае, то есть не указываете размер, да, ни ширину, ни высоту, то, соответственно, отображается по умолчанию. Это то, что прописано в шаблоне, да, в шаблоне об Inspiration. Если вы задаете, то данные параметры, они как бы, ну, являются приоритетом. Соответственно, они перезаписывают размер и учитывают WordPress именно вот эти данные. Соответственно, смотрите, и первое, и третье видео у нас изменились в размере. Ну, одно на 300, второе на 350. Давайте посмотрим также в коде HTML, как выглядит страница. Что у нас здесь изменилось? Смотрите, и фрейм, посмотрите. У нас в первом случае, когда мы просто вставляли ссылку, ширина и высота была по умолчанию 640, 360. Она автоматически прописалась. Мы ничего не делали. Когда мы сейчас вставили с помощью шоткода и прописали нужные размеры, то, соответственно, размеры тут тоже заменились. 300 на 169, соответственно. Во втором варианте ничего не писали. Встало по умолчанию 640 на 360. И в третьем варианте тоже новый размер. То есть, таким образом, с помощью кода, шоткода Embed мы можем управлять размером видео. Больше ничем. Все, только размером. Хорошо. 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 Хорошо.